Добрый день, уважаемые друзья! Сергей Сергеевич Лашко. Ну что, 24-го что-то не получилось, я так понимаю? 24-го свита не собралась наша. По одной единственной причине, наверное, узнали, хотя мы только по... Ну, мы-то объявляли, что 24-го собираемся провести акции, протесты. Требования наши постоянные. Это повышение заработной платы, аттестация, всё. То есть, пока этого не будет сделано, эти требования не будут уходить. Но свита не собиралась, поэтому 23-го числа мы принесли эту акцию. Мы не отменили, мы принесли. Возможно, в Киеве, возможно, потому что проводить здесь, в Кременчуге, будем говорить, этой акции не было смысла, свиты не было. Перед кем и что. Мне очень приятно, что... Вы имеете в виду, свита это кто свита? Наших Кравцова и других, которые хотели... Вы думаете, они ради этого поехали бы сюда? Они собирались. Они собирались. То есть, была достоверная информация, что они якобы собирались туда. Поэтому мы хотели... Вы их перепугали? Я не могу сказать. Ну, хорошо, ладно. Я снимаю вопрос. Значит, я не могу сказать. Испугались. Возможно, они даже чисто случайно наплевали на эту электрификацию. Я думаю, что это... Ну да, 150 миллионов вложить и наплевать. Для них это 150. Это всего 15 месяцев заработной платы, которую они могут так официально получать. А сколько неофициально, это бог его знает. Понятно. Для них это не деньги. Это для нас деньги. Для всех железнодорожников это деньги. Ну, как бы там ни было, значит, 23-й правком принял решение о переносе проведения этой акции. Мы оповестили всех участников, которые дали подтверждение «Свободняки». Ну, понятно, что они поддержали. Было бы где-то до 2000 человек. Мне приятно, что даже не члены «Свободного профсоюза», даже отраслевого профсоюза, или, как они говорят, «Железнодорожников» и «Будивейниковича», «Будивейниковича», «Карманных профсоюзов». Тоже поддержали. Где-то было, в общем-то, 600 человек. Кого смогли, мы перезвонили. Кто не смог, приехал. Ну, показали город Кременчуг. Показали все доступно. Ну, есть что показать в Кременчуге. Я думаю, люди остались довольны. Без акции обошлись. Так что здесь все нормально. Ну, будем мы проводить эту акцию в сентябре. Мы разберем полеты, разберем все-все. Картошку люди выберут, потому что очень тяжело собирать, когда в людей еще есть какие-то пособные хозяйства. И их надо обслужить, и надо подготовиться к зиме. Поэтому вот так получилось. Вопросы не сняты. Вопросы не сняты. Те повышения заработной платы, которые намечены были 25-12% в этом году, они будут. Но они уже не удовлетворят требования. Ну, так уже доллар по 28. Уже по 28. То есть, гривна слабеет и слабеет. Ну, Крадцов сказал, что заработная плата машиниста 25 тысяч. Это нормально? 25 тысяч. Ну, 25 тысяч, я не знаю, сколько машинист получает 25. Но меньше, все равно меньше тысячи долларов. Но дело в том, что все равно, что меньше. Но дело в том, что не получает 25 тысяч. Не получает, даже с переработкой. Я знаю, что 4 человека, 2 помощника машиниста, уволились по Полтаве. У них было отработано в прошлом месяце приблизительно 250 часов. И сколько же не получили? 9 тысяч. 9? Это помощник? 9 помощник машиниста, 9 тысяч, там немножко больше. Конечно, они уехали. Это уже специалисты. Это готовые специалисты. Мы теряем, кто их специалист. Я понимаю, что я не хочу обижать другие специалисты, но подготовить помощника машиниста и машиниста очень тяжело. И не каждый сможет быть машинистом и помощником машиниста. И когда мы теряем высококвалифицированные кадры, которые уезжают за Бугоры, там зарабатывают нормальные деньги за 3 месяца на квартиру, на дом. Это при том, что меньше платят нашим людям, чем те же самые поляки своим полякам платят. Это очень жалко. Жалко, что мы теряем людей. Жалко, что мы валим. Что наши менеджеры думают только о своей прибыли. Прибыли в свой карман. Если лампочку они купили, она должна за год дать прибыль минимум 2 лампочки. Если она не отработала и не дала прибыль, ну как это можно сделать? Железнодорожное хозяйство, оно всегда было убыточно. Если так дальше пойдет, мы просто доведем Патузе до состояния, когда взял ее Кирпа. Григорий Кирпа. По-моему, уже вы переплюнули до того состояния. Думаю, еще пока нет. Еще есть что воровать. Еще есть. Григорий Кирпа сделал большой запас. Прочность и Патузе он поднял. Это стал лакомый кусочек. С чего он начинал? С повышения заработной платы. Он сделал машинистам тысячу баксов заработной платы. Четыре тысячи гривен? Или сколько там было? Пять? Ну, тысячу баксов при гривере получали. Ух ты, молодец. Тысячу баксов получали и машинисты, и помощники. А если была переработка, то и того больше. И другие специальности, там была разница. То есть он сбалансирован заработной платы и потребовал дисциплину. И потребовал исполнительную дисциплину после этого. То есть за любую провину все могло быть наказано. Но он был специалист. У нас есть специалисты. Почему я не могу понять наше правительство? Ставлят менеджеров. Может быть, они и толковые менеджеры. Ну, патузы. Они же добивают их железные цены. Они добивают, они просто... Ну, если он не был никогда связан с железной дорогой, какой же с него менеджер? Вы меня извините. Ну, менеджер в свой карман. А, это другое дело. Менеджер в свой. Ну, возможно, сын чей-то. Возможно, бабки заплатил. Возможно, какая-то политическая сила пришла к власти. И сейчас он друг друга. Ну, то, что они не понимают патузы, то это пригород. Они убьют. Пассажирские убьют. Ну, останется только 30 километров, будут грузовые перевозки и все, которые дают... Зато будет дорога на Борисполевский аэропорт. С польскими... Да, чтобы лучше люди уезжали в Польшу. Зарабатывать, чтобы на Украине вообще не было пенсионного фонда, и пенсионеры не могли ничего получать. Но это бог с ним. Я хотел бы сообщить, что переработка в других депо очень большая. Как поступать людям? Если вы отработали норму часу, установленную в Кабинетом Министра Украины, вы имеете право написать заявление, что прошу обеспечить норму часов. И больше нормы не работать. Если вас посылают засылку или пассажирам, вы можете не ехать. Не ехать только по одной причине, что вы отработали норму часу. Потому что платят копейки, а отработали вы уже норму. Норма часу. Становленная Кабинетом Министра, это свято. Больше вас заставить никто не имеет права заставить. Вы пишете заявление, прошу не залучать меня до работы, там в сентябре месяце уже, потому что этот месяц уже к концу подходит. И все. И вы не имеете права работать. Пускай думают наши руководители, что такое локомотивная бригада, что такое железная дорога, что такое вагоне, что такое путеец, что такое дежурный, диспетчер. Норму часов. Норму часов отрабатывайте, дальше пишите заявление. Никто не имеет права вас заставить работать. Сейчас идет оптимизация. Оптимизация, что они захотели. То есть упала грузоперевозка, и они сейчас именно рабочие кадры хотят сократить. То есть они считают деньги. Но как можно без винтика, без одного винтика, да, он якобы большой роли не играет, двигаться или вести за собой целые составы, тысячи тонн груза, без этого винтика. А мы теряем, и не один винтик. Низкими заработной платами, оптимизацией, еще что-то они придумают. Так что в этом плане, ну мы сами виноваты. В нашей пассивности, в нашем, то, что мы соглашаемся. Молчание – это тоже знак согласия. Я хотел бы также сказать, если буду смотреть руководители из Харькова, сортировка, что там есть также ячейка у нас, есть член свободного профсоюза, который желает быть машинистом. Я написал письмо, получил отписку, что он якобы не изъявлял желание. У меня поступила информация, что он желает быть. И если я узнаю, потому что прервался телефонный разговор, я знаю, что там собралась свита, ажиотаж был, когда он повторно обратился письмену, не хотели регистрировать секретарь заявления, там была бы полиция, сразу бы туда была вмешательница и все остальное. Но если этот человек желает и не будет обкатан только за то, что он есть член свободного профсоюза, а он знающий и помощник машинистов, значит, будет знать и президент, и вся Европа, потому что это грубые нарушения 36-й статьи Конституции и 43-й статьи Конституции. А следовательно, может наступить ответственность за 123-й статью Криминального кодекса. Три года. Так что, пожалуйста, руководители Харькова сортировочной, думайте, что говорите, думайте, что делайте. Все профсоюзы имеют равные права. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова